Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Down of War 3. Ваше внимание, предлагаю бой 3х3 за Эльдаров на стандартной карте Врата Салариана. Поехали. Конечно же, со мной в команде играли мои любимые братья-боты на максимальном уровне сложности. Бот из Стронг. Я Орион, со мной в команде Космо Эльдары, против нас Дарф Мор. Фалангс Шарк и Ром 91-610. Два Эльдара и Космо, то есть зеркальные абсолютно расы. И бой шел 47 минут. Представляете, 47. Это было мега-сражение. Потная катка, по-другому не назовешь. Включил я подсветку у юнитов, так как все-таки расы одинаковые, чтобы различать их. Так будет правильнее на этот бой. Зашли они, по-моему, командой. Так как рандомно разбегается с такого режима с криком комп. Это невозможно. Что такое? Я хочу людей, я хочу человека. Собрать рандомную команду против себя тяжело. Ну, а эти парни зашли практически вместе. И взяли они расы, видите, такие же, как взял я. То есть они были серьезно настроены. И сейчас увидите почему. Я-то думал, будет легкая каточка, как обычно с ботом. Сейчас наваляем, там, минут 15. Может, даже еще и быстрее. Но не тут-то было. Попались очень упертые. В общем, Ром забирает здесь свой край. Ком сюда не пробежал. Я был по центру, и поэтому не побежал на фланге. Он, видите, принес строителям сразу. Начинает застраивать пост. Правда, с другой стороны яичник все-таки. Сумел отжать точку с генератором реликтовой энергии и отгоняет вражескую маку. То есть карты мы поделили примерно поровну. Он забрал Ром. Другой фланг мы забрали точку с реликтом. Правда, яичник борется, в отличие от игроков за точки. Для него они являются приоритетом, как и для меня. И поэтому, естественно, никто им без боя тот край не собирался отдавать. Я не собирался изначально вводить Джейн Зар, но видишь, что комп здесь прорваться не может. И противник подтягивает все больше и больше сил. Я, кстати, не видел, что он не построил здания свои около... Точки построил на базе. Сюда им бежать дольше. И плюс ко всему приходится еще и отхиливаться так же только на базе. Если, конечно, у него нет доктрины. Хилок около поста. Экономику мы качаем быстрее. Ну, это понятное дело. Даже команды качают медленнее. Ну, эти вроде занимаются. Точки постепенно заполняются генами. Джейн Зар я вывел, привел Банши и в центре оставил темных жнецов, чтобы они генератор дефили на случай контратаки. Ишник, конечно, быстро реагирует на все эти события, которые происходят на карте, но не всегда достаточно быстро. Если одновременно идет атака троих на одну точку, он может и не успеть. И в отличие от игроков, для тех, кто не в курсе, он телепортирует обратно войска глав в случае опасности ядра в ядру. Наспамили знатно. Эльдары вражеские. Наконец-то высаживает мой союзник-смедесантник своих девастаторов с лазерными пушками и разбирает босс. Но тут не все так легко. Я по-быстрому пытаюсь Джейн Зар разнести генератор и их сюда свалить. Да, я их разношу, ломаю им экономику и убегаю. Занял щит Баншами, если они пытаются прорваться, но пехота-то не пройдет, а вот ангел смог вышли. Тем не менее, я походу не видел Ром, кто там находится под щитом, поэтому и не отговал. Это сейчас вы все видите. Там была закрыта карта Тумана Войны. Подвожу своих темных жнецов, видишь, что Ишнику нужна помощь, и первый мой фалькон. За ним полетел, но... Товарищ Дарф Мор выводит так же свой фалькон. Довольно быстро, кстати, играл по такой же тактике, как и я, поначалу. Один в один. Тоже через технику и через большое количество жнецов и Банши. Не через... Своих призрачных стражей пошел. Точка здесь не захвачена, но я не мог захватить так, там стоял Ангелос, и полно пехоты еще и Дредд притащил Ром. Штормовиков, но я их не видел, я видел только Ангелос стоял под свечной. Банши увожу. И ставлю всех в засаду на случай, если они пойдут вперед к нашему генератору щита, можно было их вынести. Ударив сзади. Внезапно. Уже, видите, третьего уровня прокачка проходит, и моя точка продвижена на 100%. Яичник тоже грейдит до конца, а вот они сомневаются, что грейдили на данный момент в третий уровень. Тем более, видите, здесь не стоит пост, это уже о многом говорит. То есть они в тылу не ставят посты у себя, а туда можно пролететь и спокойно ведь прорваться. Но вот Эльдар поставил. А там они не рассчитывают, что будет атака с фланга. Вот у яичника уже есть стражи. Так, по маке. И у второго Эльдара уже есть два фалькона. Неплохо разожрались, ребятки. Значит, экономика у них была не прокачена. Раз такое большое количество техники, значит, они все ввалили опять в войска практически, а не в развитии. Вот я не мог на тот момент создать второй фалькон. По-моему, он вывел раньше, чем уже я. У меня второй танк есть, но у него-то они были заранее еще подготовлены. За минуту. И при том, что я обложился в экономику-то далеко не по максимуму. И тоже свои точки застроил, проапгрейдил. И вот, посмотрите, идет контратака. Внезапно Ром ускоряется и бежит. По реке, по каналу к нашему генератору щита и к турели. Кто находится слева нижнего фланга, южного. Надо карту включить, потому что я не вижу, где атака происходит, какие моменты у себя. А вот они, кстати, сносят нам, смотрите, точку с реликтовой энергией, и атака идет с двух сторон. Я хотел сыграть мобильно через, соответственно, своих фальконов, через фантомов. Вот они тут сносят точку УИИ. То есть мы лишаемся сейчас огромного количества точек, остаемся, по сути, только на двух точках. А вот сейчас уже остаемся на одной точке. Захватывает, правда, ведь яичник сзади обходит. Рома, который идет в атаку, и они долбят генератор. Вот ИИИ возвращается прикрыть базу. Но, естественно, сил тут недостаточно, чтобы сдержать дреды, и теоретически они могут пронести такими уже войсками и турель. И дальше открывается ядро, и все будет кончено. Но по таймрейту, я думаю, все прекрасно понимают, что эта атака и все не закончится. Хотя она была неприятна, они сносят нам генератор щита, и вот уже... Вот как тут перед туркой. Я подлетаю своими фантомами, я подлетаю двумя фальконами и встречаю жестко дред. Дред, включаю шоковую волну, чтобы глушить их. И за это время, пока дред оглушенный стоит, мы его разбираем. Влетает глайдер его в космос. Все, дред разобран, но они продолжают долбить лазерками и обычными своими гевастаторами с болтерами тяжелыми по турели. Турель отхватывает очень прилично. Тем не менее, я сближаюсь с ними и... Не успевают ее разрушить, осталось процентов 25 хп у нее. Атака была неплохая, но... Закончилась ничем. С другого фланга тоже идет прорыв, они тоже долбят, видите, здесь дарфморфу. Генератор щита, и, казалось бы, все кончено. А за спиной у него коп уже захватил опять точку, которую он не застроил, и застраивает ее вновь. Ну, я смещаюсь, чтобы помочь и здесь яичнику, хотя он, в принципе, неплохо здесь сам дейфится, но... Так получится быстрее. Я не зря сделал мобильные войска, которые могут перелетать через эти стены, и... То есть я могу атаковать с любой стороны в любой момент, не отбегая там за километр. Это очень выгодно на таких картах. Мобильность решает все. Он еще тут фалькон кого-то посадил, и в итоге все войска погибли. Кто и внутри сидел, и сам фалькон развалился, и возвращаюсь обратно в центр. Точка захвачена, и они нашу точку застраивают у нас в тылу. Наглые довольны. Господа, здесь застроился Эльдар, мой союзник, поставил пост, заметил, в отличие от... ...человека, и... ...теперь им придется сбрить сначала пост, прежде чем уничтожить генераторы. Не идет, в атаку ждет. Пока остальные подлетят. В центре собираются тут нехилые воинства, дефиццы они подшипят. Щитом, чтобы мы не прошли, и близко находятся от точки. Ну, я здесь пролетаю к этой позиции, и Ангелос тут замешкался у кого-то из врагов, у Рома. На десанниках-то он только один пытается убежать, и я его преследую, и... ...я не убежал, Габриэль. Даже наши элиты чувствуют победу сегодня. И мы атакуем. Она пытается свалить. Оф, так, с гранаты. Ну и дебостатор легко разбирается. Фальхонами. Опасался я лететь за ними далеко, благо не видно было, что там на базе происходит, и какие войска ждут, можно было попасть в засаду в неприятную. Особенно не видно было, вышипление ворот в том моменту или нет. Но, тем не менее, точку я им разбираю, чтобы особо не жировали. Здесь я захватил фантомами точку, но пока стоял яичник на застрой, так как это его был фланг. У меня были другие фланы по энергии. Энергии было реально мало, если влияние было еще достаточно, то энергия была приты. Тоже играет мобильно, какой-то у нас такой тут фаланг-шарк. Он играет через, видите, тех же фантомов и через фальконов. Та тактика, что и у меня, только другие герои. Но понимая, здесь мобильность и скорость перемещения по карте предопределяют победный исход. Если делать войска тяжелые только одни, то ни к чему хорошему это не приведет. Одна быстрая контакта атака по флангу, вам сносит турель, потом сносит ядро, и вы поиграли. Меня засветили здесь, к сожалению, фантом пролетая и вынуждено сваливать из. Укрытий их слишком было много. И идет по центру Эльдар в атаку. Союз перебрасывает свой завод на передовую, довольно опасно перебрасывает. Я уже прилетел и готов встретиться. Сзади обходит космос, я зажимаю их кольцо и теряю твои войска Эльдар. Про маку вообще забыл. Ищение, что он потерял контроль в этот момент со своими подразделениями, либо понял, что ему не уйти. Прикрывает его сзади. Дарф Мор и в итоге Дайль. Дарф сливает все свои подразделениями, которые пошли в атаку, но при этом только напугав, возможно, яичника. Весьма странные атаки. Теперь он ведет толпу пехоты сюда снова. Может, он хотел лимит освободить для других войск, поэтому решил их и слить таким образом. Вот, фантомы. Долбит наш генератор реликтовой энергии. На яичник прилетает прикрывать довольно быстро, разбираясь с ними. Хилые войска у Эльдара. Да, если щит снимают, он начинает с проблемой. Особенно у фантомов КП мало. Броня не как шея. Особенно здесь пытается сломать экономику тоже, бражируя по всей карте. Застраивает яичник точек, как видите, и ставит пост. Не зря ему там оставил. Он всегда знает, где ему что застроить надо. За ним следите особо не надо. Следите за собой и за врагом, чтобы он вас как-то внезапно не отковал. Вот первая, кстати, огненная призма выходит у Баланкс Шарка. У меня была ли призма-то на этот момент огненная? Не была. Хотя нет, у меня только были соколы, я еще призму не вывел. Так что чувак даже играет быстрее, несмотря на слив кучи войск. Но, с другой стороны, видите, он слил их. И у него появился лимит для более серьезных подразделений. Меньше стал тратить на содержание, скажем так. Быстрее пошел прирост. Пытался яичник разрушить здесь пост, но ведь не особо получается. Эльдар успевает прикрыть. Дарф Морф. Пошло еще только 15 минут боя, 47. Совершенно такая равная паритетная игра. Атакую я по центру, но тут, конечно, то, что я увидел, меня несколько смутило. Я откатываюсь назад. Тем не менее, призму достал. И заряжает в уроге и свой шторм. Торговской. Тяжело, конечно, технике тягаться с таким количеством пехоты. Видите, один использует теперь тяжелые войска, остальные все используют войска более мобильные. То есть, один танкователь, остальные дамагеры и ломатели экономики. Это команда, я практически в этом уверен. Это не случайные люди, которые сюда зашли и решили там что-то понагибать. Скорее всего, они не знали, с кем они играют. Но, может быть, и предполагали, потому что видео уже были, когда я с компами играл. Это раз. Хотя, опять же, я видел людей, которые также играли с яичниками. В команде. Ну, многие поняли, что они представляют из себя весьма неплохих союзников, и с ними вы можете играть как вы хотите. С нормальной экономикой и с нормальным прикрытием. О, высаживается, смотрите, гуманитар. Мураж уже его. Рыцаря у меня еще вот только 8 очков. Но он не высаживал маку. Он не высаживал маку или джейнзар, и поэтому у него хватило ресурсов. Вот тут я хотел ему экономику поломать. Это не то, что хотел, я ему поломал ее. Но напарываюсь на засаду. Видите, один стоял здесь, меня ждал. А другой у меня рыцарем выше под точки. В итоге два моих фалькона были уничтожены, но фантомы улетели. Это была засада. Еще одна атака Рома. С другой стороны, я по воде. Сверху вашей позиции. Сверху я вверху. Сверху я вверху. Сверху я вверху. Сверху я вверху я вверху. Сверху я вверху. Высаживаю я своего рыцаря. И очень хорошая билка заходит у Дарфмура. Уничтожает терминаторов у космона, попавшим под луч. Я пока особо не тороплюсь. Не форсируя события и пытаясь прикрыть фланг у воды своим рыцарем. Плохая билка, часть как его ангел снимаю, уничтожаю дрэп. Призрачный лорд идёт у компа, но тут его очень жёстко зажали. Лазерки у девастаторов и, замедляя этого, снимают за считанные секунды. Пытаясь ангелса застрелить, пока он там не сильно дамажит. А по центру переходят пацаны в контратаку. Довольно быстрый темп у боя. Много событий везде происходит. Но я пока жду. Жду пока он сюда придёт и можно будет нанести удар с себя всю толпу одной обилкой мощной у призрачного рыцаря. Слышь, фантомами. Слышь, фантомами. Вверху твоей позиции. Это было неприятно. Он бьёт щит и снимает его с отрядом моих риперов. Это было тоже не очень приятно. Долпа эта была не подсвечена в момент, когда туда летел. И отхватили и фантомы. Но я отступил уже своим стрелком и готов их принимать. Им прорваться тяжело под этим стрелам со всех сторон. Тем более щит уже закрывался. И они отступают, а у них отхватил стрелок. И... Дальше они не пошли. Ввожу уже вторую огненную призму. Танки, конечно, шикарные. Их переделали немного. С дистанции дамажат очень серьёзно. Можно вынести турель там тремя-четырьмя танками с двух-трёх выстрелов. Потом она не достанет до них. Подарок от нашего космодесантника. Пытаются они луч захватить и... Забирают! Все далеко не дураки прошаренные. Тут же к лучу побежали. И они начали отступать от него. Забираю армию, прежде чем выходить снова в центр. Брасывает кто-то на них шторм. Брасывает и я, кстати. И вот шторм-то не захватить уже, а дамажит пыль даром-то он весьма серьёзно. Правда, здесь, видите, врата были рядом, они могли и оторваться на большой скорости. И стрелком. Помогаю компу, прикрываю его сзади. Вот они как раз идут. И они увернулись. А вражеский тоже не очень попал. Так как сам краем коснулся моего призрачного рыцаря. Ну и продолжаю их здесь гонять. Заканчивается, к сожалению, мой шторм. И центр ведь у них очень мощно прикрыт. Тяжело пробить. На фланге здесь кипит бой, не опускает яичник. Рома вперёд. Вот вражеский рыцарь этот, честно говоря, меня достал. Опять идёт к нашей реликтовой точке и хочет её снести, чтобы не дать нам дополнительного прироста. Здесь всего одна реликтовая точка на этой карте. То есть, если вы её теряете, соответственно, противник чуть-чуть, но быстрее начинает набирать на супер-юниты и свои обиды. Прорывается тут ром прикрытием своих лазерок. Отвёл я своего стрелка к главке союзник, чтобы он быстрее установил щит и хп. Практически моментально устанавливает, но приходится ходить-бродить по всей карте. Прошло чуть меньше, чем половина боя. Основные события ещё впереди. Но из того, что мы видели, парни играть умеют. Это не какие-то нубы, зашедшие и попавшие случайно в игру. По-моему, по количеству времени, проведённому в игре, у них там было по некоторых за 100 часов. Под 200 даже. Понятное дело, что опыт большой. Тем более, если это команда, это проблема в войне. С рандомом-то можно разобраться легко, они там действуют хаотично, разрозненно. Здесь слаженная игра прощупывается, проглядывается. Бывает опять вернулся этот стрелок от обилки, но подходить ближе было опасно, полно было слишком у них стражей. Один залп и остался без щита и без половины хп. Там ещё страж стояли, я не видел, что у них там сзади находится. Так мы и не разрушили пока генератор щита, хотя он был сильно повреждён. А у нас уже с одной стороны, напоминаю, разрушены, но они могут разрушать турели. Вот проход Рома позволил им разнести генератор щита слева. У южной оконечности нашей базы. Занял щит, на всякий случай строителям, если бы они сюда прорывались, можно было пихнуть пехоту. В случае крайней необходимости, если они разносили щит по центру. Занимают они тоже генератор щита свой. Космос сбрасывает подарки Эльдару в тыл. Но сейчас они поставили, видите, уже хост. Благо их научило. Несколько прорывов компов, что тут надо обороняться. И очень быстро смещает своих призрачных стражей и стрелка Дарф Мор. Опять по центру идет атака, на сей раз выходит Фалангс Шарк. Да, он слил свои первые войска, скорее всего для того, чтобы нанять стражей. Освободил просто лимит для них. Иначе не хватало ему энергии. Но я стою на дефе. Ситуация была непростая. Один из флангов прорывали. Полетели мои фантомы. Фантомы. И плюс были постоянные атаки именно с центра. Я видел, что у них огромное количество войск концентрировано именно в центре карты. И надо было здесь сосредоточить почти все слои подразделения. Толпа внушительная. Конечно, по количеству сил они сейчас пережимают, потому что он сливает их по несколько отрядов. И не может сконцентрировать огромную такую кучу в данный момент. Но не дает он пройти ветерому. Отгоняет его всячески от центра, но он наращивает. Ведь техническую часть начинает создавать танки. Но энергия у них тоже была впритык. Видите, сколько у меня энергии. Влияние 2400, энергии там 35-36. Начинаю создавать тоже призрачных стражей, ибо... Одними фантомами сыт не будешь. Лечу разносить им экономику. Не хватает, конечно, скорости им оставить врата здесь. Постоянно приходил вражеский призрачный рыцарь-стрелок и все разносил. Смысла особого не было. В общем, короче, я лечу разносить им экономику. Дожать то, что не смог сделать комп. Ну, а меня здесь видели. И не даю построить врата Дарф Муру, который, видите, хотел ускорить свои войска около этой точки. И он идет. Но его было не видно на тот момент. Я предполагал, что кто-то может идти. Атакует Космо. Видите, опять одновременно атака идет. И вот это было неожиданно. Космо неожиданно прыгает и отступаю. А он стреляет. Или не стреляет. Пытается меня замедлить. И бьет. Но практически не попадает. Сумел я отойти вовремя. Лечу за ним. Так как у него уже нет щита. Но тут вот, видите, прилетают ему на помощь союзники и отгоняют моих фантомов. Так-то его можно было забрить, он уже и отпрыгнуть не мог. И расстрелять не успевал фантомов. Прорывается. Ром. С левого фланга по реке. На юге. Вот он сюрприз. Я перелетаю своими огненными призмами, начинаю расстреливать его оттуда. Откуда у меня... И не видел, скорее всего, и не доставал. Если бы только сюда не провел войска, но он не видел, откуда ведется даже огонь. Летит откуда-то со стены. Второй танк подвожу. Остальные силы пока не подсягиваю. Минус танк. Тут я видел, что есть стражи, в принципе, они могли тоже сдержать проход. Это сбрасывает шланг. Это был ясно. И практически все свои войска теряет. Рома. Я перепрыгиваю рыцарем своим и расстреливаю его ангелосом. Видел, что он подходит уже к турели. А это было опасно. Атака по центру, попытка прорваться, пока я там перелетел. Захватывает антицентральную точку, начинает ее застраивать. Видите, какие наглые. Ангел, кстати, успел отойти, а я тогда думал, что я его убил. Поэтому уже и отвожу рыцаря и думаю, ну все, сдох. А он успел скрыться. В углу там затаился. Прорываются и с другой стороны, с правого фланга с северной оконечности базы идут по реке еще войска Эльдара. То есть, видите, они пытаются нащупать возможности. Довольно серьезная армия ползет. Разрушают экономику, захватывают точку и вот получают дополнительную возможность застроить пост реликтовой энергии. Согласитесь, неплохой бой. Много движения, много перемещений и неплохая игра со всех сторон. Вот я компом был на этот момент доволен, как он играл. Вполне неплохо сдерживал. И давал возможность мне маневрировать по карте, нанося удары в ключевых местах. Но у них экономика тоже ломалась периодически. И они много войск сливали и, в общем, много тратили. Решили точку сначала захватить, застроить, а потом пойти вперед. Был уверен. Фалансшарк, что прорвется такими силами. Я подвожу сюда одну огненную призму пока и две еще к турели перемещаю. Жду компа пока подойдет. А он пока что не идет, только подводит один отряд. Не видел угрозы особой. Разносят они второй генератор щита. И, в принципе, идут на турель. И сбрасывают еще и шторм, вы посмотрите. Уезжаю назад. Каня включает шоковую волну. Затягиваю все глубже и глубже к нам на базу. И вот возвращается ищет механизм. И я иду своих стрелков. Зажимаю их и вот она билка пошла. Я иду своих стрелков. Сразу армии у него нет. Казалось бы, была только что армия фуловая и ее нет. И отгоняем их от центра Атака абсолютно неудачно заканчивается Для них уже который раз Все их войска уничтожаются на подходе Вынуждены они пятиться Задом, задом Правильно, это нормальная позиция для наших врагов Задом К нашей базе Пятой точке Но тем не менее Тем не менее экономика была немного поломана Мы правда уже обратно все захватили и застраиваем Я вот захватил точку, которую они Сняли, но пока я не собирался Как бы Заселять генераторами Ставил это на попечение кемпа Благо это была его сторона Я свой центр держал Мой центр вообще никто ни разу не прорвал И все тут Чинно, мирно, спокойно А вот фланги компании Сколько раз они смогли пройти еще одна попытка Солари У Рома А вот сейчас яичник не застраивает Пост не успевает Вот такая отличная куча Сюда бы Хороший был лазер зарядить Не шторм, потому что они могут Сколько не уйти А именно лазер Или одна обилка моего рыцаря Но конечно они с одного залпа Могут его и снять Здесь Дарфмор потерял контроль над своим Призрачным Стражем Призрачным лордом Конечно очень, видите, неприятно Они лупят своими Пушками эти Призрачные Стражи Именно по технике Медлительные Но я отступаю назад И стреляю только с дистанции Сколько своих призм И прикрываю их стрелком Лечу снова фантомами Но здесь, по-моему, меня ждал неприятный сюрприз Я помню, в какой-то из моментов У них просто выпилили одной обилкой Все-таки призрачный Рыцарь-стрелок у них Сумел попасть Где он вообще А, вон он у него Ходит, бродит Так, он, наверное, сейчас увидит Как раз, что я прилетел Да, вот он как раз смещается Я видел, что Дредд идет у космоса Поэтому решил его поддержать И полетел сюда Разбираю пост Не просто так жарю И тут Был крайне неприятный момент Он приседает Замедляет И Хоть обилка Я отхожу назад, но Уже, как видите, слишком поздно И почти все стражи были выпилены Ну, отряды-то ушли, но Потери, конечно Были нанесены большие В этот момент Салария Хилится у Моего союзника И я тут уже встал Некоторыми отрядами Под щит Потому что у нас И по центру Ветер изнесли У нас вообще Все генераторы щитов Уничтожены Турель С севера не раздамажена С юга Вот она 75% раздамажена И идет атака Еще одна атака Космодесантника Снова мне приходится Прикрывать Потому что комп Не успел В этот момент Подойти Никак не удается Разобрать Салария Она мне обилкой Начинает снимать ХП с моего Рыцаря Тем не менее Достает призма И Одна из трех И его сбивают И отступает Ром Идет тем временем Талдиру Моего союзника Эльдара Не давая убежать Его Девастатором Салария пытается Свалить у компа Спит Успит Кстати Увернулась Тем не менее Призрачный лорд Рыцарь идет 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 И И не успевает Отойтись Салария все-таки Убивает Сбрасывает Кто-то шторм Это мой союзник Эльдар Не я кидал Салария пошла На отхил А вот теперь Я типа могу Его заказывать Но у меня Никто отдала Реликтовой энергии Потому что я высадил Своего Призрачного лорда И вот пацаны Сейчас довольно Жестко были Ведь отброшены Прижаты к базе Вот она Контратака Как он собирает Наконец-то войска В одном месте А они теряют При двух неудачных Атаках Эльдара и Косма Остается по сути Только Дарфмор Своими вот Призрачными стражами Прикрывая центр Остальных войск нет И они пока там Их еще соберут Сколько времени пройдет Вот они начинают Это делать Но ресурс-то Кончается Ведь у них Еще одну точку Отжимают И еще одну Они остаются По сути На одной точке Которая вот По центру И осталась До конца боя Остается 10 минут Вот огромная толпа Нет еще Силка остались У фалангса Шарка И он пытается Прикрыть Дурель Встали около турки Неплохо кстати Встали Девастаторами лазерными Альтер пытается Щит разнести Или уйти Из-под огня А под массовыми Залпами Сушек Призрачных стражей Не так-то просто Уйти В общем Пацаны Встали в позу О да Кстати я не показал Прошла обилка От моего лорда И видите что осталось От призрачных стражей Дарфмора Почти ничего и не осталось Сваливает он назад Я его подкараулил И его здесь вот Около точки Зарядил По-моему Мой стрелок тоже Отхватил И я иду на восстановление Щита К вратам Попытка контратаки Сразу и космолюндара По левому флангу С юга Не дают они Достроить точку Борются За ресурсы активно Не хотят Проигрывать А я разбираюсь Дистанцией И выхожу в центр Уже уверенно Их поджимаю Потому что я видел Что у них почти Вся армия Если не все Огромные Толпа находится Внизу На юге Возвращается Фалангшарк В центр А ром идет По краю По воде В принципе Мы можем Уже разрушать Турили И уничтожать Ядро Но Противника Вовсе-таки Достаточно Подразделений Чтобы Воспрепятствовать Все ему планов Пять Четыре у меня здесь По-моему Стоят Огненных призм Тут одна Просто в другую Вошла Непонятно До конца Их четыре Не даю прорваться Чтобы опять Там не смесли Здесь пост И опять Не началась Атака Через воду Подлетаю И блокирую Проход Обилочка И всю армию Теряет сразу Ром Давай возможности Ишнику дальше Отлиться Уже самостоятельно Но закрываются Они около Курки На центре Не дают Здесь Продвинуться Я стреляю С дистанции И очень серьезный Дамаг наносит Призму Огненная Плюс артак Смедесантника Наваливает Вдущий Стражей Маневрирую И не даю Приблизиться Чтобы по мне Стрелять А сам раздаю Правда По нам сбрасывают Шторм И они неприятны Ну для стражей Он мало опасен А вот для призм Вполне То есть у них Слабые щиты И брони мало Могут и разобрать Ну я в принципе Не стал Сходить дальше Щип не пробьет Шторм Ну а я здесь Гонял Стражей Фалангс Фактически Он остается Без армии Дарф Мол Морф Так можно сказать Молф Но морф Прикрывает Центр Во Хорошая Обилка От Космо И если он Пробьет щит Цепляет Те Кто был Не под щитом Они пытаются Свалить И он Уничтожает У него Кучу стражей Открывая Возможность Для дальнейшей Атаки Жду пока Законится Топстрел Да Отличный Лазер От Космодесантника И Дарф Мор Остается тоже Почти без армии Их база Открыта И можно идти Добивать Все-таки Сломались Пацаны 45 минут Из нескольких Минут Держались Атаковали С разных Флангов Но тем не менее Мы их Поджали Сейчас просто Расстреливаем И тут Вперед Пока Сензайник Разберет Здесь курку Ну и Жду подсвета То есть Он стрелял Без подсвета Я призме Туда Не бил И ближе Не подлетал Да Эти Ильдары Смыкают Из воды Тоже Кольцо Зажимая Со всех сторон Точек у них Вообще Нет Мы уже Застраиваем Точку И прямо Перед их Базой У них Не осталось По-моему Ни одной Позиции Да У них Не осталось Ни одной Точки Но они Продолжают Биться И на Резервы Свои Как бы Выводить Новые Отряды Вот Я подхожу Ближе К космос Светит А я Начинаю Расстреливать В огнями Призмы Турель И очень Быстро Она разбирает Смотрите Как быстро Пару залпов Пол хп Нет уже Они Хотят Закрыть Это Бесполезно Залп Орты Огны Призмы Турели У них Нет Все Можно идти Выносить Ядро Их База Но Сопротивляются Угловоды Опять Формируется Небольшой Отряд Отклатурили Дарфмор И Кром Три минуты До конца Боя Даже Айарту Ну там Следом Высаживается По моему Стрелок А не Солария Сначала Высаживается А потом Стрелок Здесь По моему Вышел Да Вот он Тут Свалился И Очень Видите Внезапно Стреляет Мне По моему Призрачному Рыцарю Я пытаюсь Свалить Но Он еще Нерзайдется Успел Выстрелить И прыгает За мной И добивает Добивает Моего Призрачного Рыцаря Идет мне На Моих Огненных Призм Они довольно Мощно Отгребают Стрелка Минус Одна Сразу Минус Вторая Стоят Ведь Бешеные Деньги Каждая Заясь Отстреляться А Перекрыкнуть Он дальше Не может Он уже Исчерпал Лимит Расстреливая Своими Призрачными Стражами Ну И он Тоже Теряет Своего Стрелка Тем Не менее Неплохо Прыгнул Внезапно Кокошил Моего И снес Мне Съем Призм Трансформирует Эльдар Туда-сюда Свой Колдовской Шторм Союзный В Кристалл И Наносит Дамаг Больше Чем Бог Но правда Туда-сюда Трансформирует И в Шторм И в Кристалл И еще Подтягив Огненные Призмы Благо Ресурсы Сейчас Уже Были Для Создания Шла Последняя Фаза Боя Солария Стоит Здесь Ждет Отхила Ну И я В общем Все войска Подвожу Оставшиеся Которые Как бы Есть На данный Момент Для Прорыва Для Решающей Атаки Взглавляет Ее Толк Тир С pink Подтягиваю Семё Оттягивая Семё Семё Взглавляет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...